привет привет сегодня я расскажу про одну современную колоду таро и насколько я понял на день сегодняшний уже не очень популярную второшной тусовки на момент выхода тоже сколько лет назад 5 назад как-то на нее стали обращать внимание сейчас поутихло и я например только сейчас с ней познакомился и мне она показалась очень забавный симпатичный это urban tarot или городское таро или даже точнее будет таро большого города или даже таро мегаполиса вот так будет правильней собственно на картах будет много отсылок к нью-йорку это по сути про нью-йорк история и есть потому как автор этой колоды это нью-йоркская художница иллюстратор и графический дизайнер робин скотт в общем эта колода это как бы ода большому городу и людям его населяющим и вот что она сама говорит об этом проекте слишком часто нам говорят что мудрость как она есть осталась где-то там в забытых природных ландшафтах в местах куда уже давным давно не ступала нога человека в давно затерянных в памяти веках я же отвергаю эту идею я оглядываю свой мир и вижу красоту чудо волшебство мегаполиса я создала таро мегаполиса веря в то что идеи и истины о которых говорится в таро вечный и универсальный даже несмотря на то что многие изображения и символы связанные с картами больше не находят отклика у современного читателя то что когда-то могло показаться знакомым обывателю несколько столетий назад теперь стало загадочным и запутанным таро мегаполиса это попытка поместить все это в современный контекст и сделать доступным искателем истины образца 21 века но вот как-то так она это обозначает для всех живущих в городском ландшафте и кстати дизайн рубашки напоминает одну из карт метро которые можно найти по всему нью-йорку проект этой колоды был запущен на кикстартере в 2012 году а вообще эта серия иллюстрации создание которых длилось почти десять лет то есть сначала двухтысячных годов по моему с 2003 впоследствии колода начал опускаться на и из game system и сейчас она в свободной продаже до легко доступно сразу хочу сказать что у меня не оригинальная версия это реплика не буду на этом заострять внимание как она у меня появилась и откуда я призываю всех покупать только оригинальные колоды таро если что не покупайте реплики поддерживайте монеты молодых художников которые точно не миллионеры а работу проделывают большую и часто качественную в общем так бы эта колода у меня и валялась я один раз ее открыл посмотрел и забыл если бы перед новым годом я не стал разбирать свой небольшой склад с колодами я там искал одну да и что ты думаешь расчехлил я эту урбанистически настроенную колоду еще раз стал смотреть и она меня зацепила чем же она меня зацепила ну во первых это арт да это такой чисто urban art во всей красе а мне urban art очень нравится я уже эту тему затрагивал в ролике про колоды от фурне и в данном случае это не на коленке сделанный арт что нередко можно обнаружить в современных колодах таро а с учетом того когда это было сделано больше десяти лет назад арт этот очень даже годный там например будут встречаться эксперименты со смешиванием техник то есть используются непосредственно гладкие нарисованные поверхности вместе с текстурными как бы накладыванием одного на другое по типу коллажа чтобы получить более осязаемое ощущение во вторых мне понравилось что эти картинки на картонках действительно как бы передают всю динамику мегаполиса все очень современно и в духе времени все персонажи живые не плоские и рассказываются какие-то истории то есть все очень как бы по-настоящему по-разному моментами кстати грубо резко и остров повестки дня сегодняшнего и лично я сразу и легко поймал все подтексты все смыслы то есть видно да что робин очень творчески подошла к делу вообще колода разнообразно и представляет людей разных рас культур пола сексуальной ориентации возраста и так далее и кстати сама автор колоды робин скотт это трансгендерная женщина я специально сделал на этом акцент чтобы было понятно почему истории на некоторых картах совершенно прозрачные так скажем видно что колоду делал человек абсолютно свободный от каких-либо стереотипов и прочей ерунды который живет и развивается в контексте свободного демократического общества как бы пафосно это не звучит то есть колода она прямо дышит свободой свежего воздуха в ней скажем так много и мне это нравится далее основы для большинства карт идут фотографии городского ландшафта людей иногда животных да если это люди то это знакомые и друзья автора колоды вот эти фотографии они впоследствии обрабатывались в графическом редакторе и получились вот такие интересные картины карт эта колода кстати напоминает таро районов было такое это тоже ода нью-йорку но только в ней не обработанные фотографии знаменит достопримечательности этого города а также обычных и не очень людей живущих в нем но это совсем не значит что таро мегаполис вот прям зациклена на нью-йорке и все им тут пропитана нет вообще тема этой колоды будет интуитивно понятно любому городскому жителю западного образца то есть все отлично считывается но все же да тут максимально доминирует городской культурный код западный что еще это колода структурно клон колоды таро от кровли то есть придворные карты это рыцари королевы принцы и принцессы номерные карты мастей сопровождает одно ключевое слово понятия для каждой и изменены названия некоторых козырей то есть все это таро тото но визуально никакого кровли тут не будет изображение для карт чисто авторские работы от робин скотт взята только структура колоды от кровли есть некоторые намеки на оригинальные картины фриды харрис которая рисовала колоду для кровли но их не так много меня кстати совсем не напрягает что структурно это клон кровли то есть его оригинальная колода меня не раздражает совсем в отличие от ладно проехали и я даже решил в некоторых моментах сравнить те или иные карты из обеих колод короче говоря в этом условном семействе городских современных колод типа хипстерских что ли да так их можно назвать втором мегаполиса от робин скотт очень даже живая такой отличный экземплярчик я считаю и да я посетил сайт автора ознакомился с ее сторонними работами кое-что они почитал для меня всегда важно знать что из себя представляет автор колоды как личность сейчас ты видишь примеры из другого ее таро проекта который пока на паузе это сдай квинокс торот и это круто а надеюсь она его закончит но сейчас 2 мегаполиса большинство фотографий карт я буду дублировать оригинальными изображениями которые я стырил из-за фейсбучного аккаунта робин да и еще колоде прилагается книжечка гид pdf версии есть в свободном доступе в сети там робин очень грамотно действительно хорошо описывает карты как она их видит но описание конкретно козырей это точная история не для меня потому что козыри я рассматриваю в очень консервативном ключе скажем так классически вот эти оккультные и прочие современные трактовки меня мало интересует но почитать текст от робин было интересно в любом случае потому что у нее отличный слог то есть приятно когда человек красиво умеет складывать слова в предложение кое-где я дам пояснение как видит тот или иной козырь сама робин а также пофантазирую над некоторыми изображениями сам так я поступаю со всеми современными колодами если что кое-что я буду критиковать конечно же по бубню немного имею на это полное право и так поехали козыри в этой колоде будет пара тройка отсылок колоде уэйта зря робин это сделала конечно ну да ладно и одна из них это карта дурак то есть дурак тут явно не соображает что делает сейчас случайно на вернется вниз с крыши собака бедное несчастное животное останется одна на крыше или прыгнет вслед за ним ну идиот что с него еще взять тогда дурак он и в африке дурак и робин поясняет своей книге что на этом редактированном фото она сама еще до перехода по смене пола то есть она стояла на выступе своего многоквартирного дома в то время как друг держал ее за петлю ремня сзади чтобы не дать ей подскользнуться на ледяном выступе убиться насмерть а другой снимал ее снизу на зум ну дурость на самом деле да а если бы сорвалась и все то есть дурость как она есть и далее она описывает значение козыря и она искаженная отличная от классического такой клишированная современная типа дурак с радостным сердцем отправляется посмотреть мир дурак представляет ту часть нас которая готова совершить прыжок не знаю куда он приведет и т.д. и т.п. то есть нет классический дорожный дурак или идиот или безумный совсем не об этом если уж она хотела намудрить что-то да то лучше бы взяла за образец дурака из колоды кроли вот честное слово то что дурак от уэйта это просто какой-то эпик фейл никогда не устану об этом повторять далее фокусник в данном случае маг значит сочиняет музыку в общем творит а что-то здесь ее друг показан профессиональный композитор а сам процесс творения музыки как поясняет это робин это когда серия загадочных знаков на странице превращается с помощью инструмента и исполнителя в неописуемый опыт способный передавать чувства в абстрактной но универсальной форме ну скажем так мне нравится хоть это и не классический фокусник это при том что можно намудрить такого музыкального материала что он будет воздействовать на разум человека не хуже всяких фокусов-покусов не правда ли папеса жрица кому как угодно расслабилась думает размышляет этот образ абсолютно далек от классической папесы смысле не была сделана попытка адаптировать классический образ папесы современным реалиям тут что-то исключительно авторское уникальное и робин поясняет эту карту так бездействие иногда является самым мощным и позитивным выбором который мы можем сделать в своей жизни жрица напоминает нам о необходимости проявить терпение и дать время для спокойного размышления согласен иногда стоит расслабиться подумать а не рвать что есть мочи вперед ущерб всему успевать за столь быстро меняющимся миром вот так бы я сказал да здесь такая папеса на релаксе абсолютно возможно в своих размышлениях она придет к чему-то важному и станет мудрее императрица эта мать архетип матери тут все просто и понятно но мне не нравится как это подано визуально я не вижу что эта мать хозяйка которая еще и имеет власть и императрица император это две ролевые модели напрямую связанные с властью но описание для карты от робин она очень трогательная вот цитирую такой занятный кусочек звезды которые вращаются вокруг ее головы матери как корона в глазах ее ребенка она для него центр вселенной очень хорошо сказал вот следующий козырь император очень круто подан на мой взгляд здесь я уже вижу доминирующую мужскую власть в такой агрессивной форме да а на карте это реальный отец робин ее родной отец и она попросила его прочитать отрывки из речей черчилля 1940 года при этом энергично жестикулируя чтобы привести его в нужное состояние и получилось вот так вот довольно грозно но козырь этот она трактует в классическом ключе цитирую император является символом более твердой стороны власти родительской фигуры которая заставляет нас придерживаться более высоких этических стандартов и обеспечивает верховенство закона очень крутой тут и папа иерафант мне он не внушает доверия никакого потому что религия это во многом зло часто завуалированная под добро и сейчас это актуально да это всегда вообще-то было актуально чего уж там но в мире современном все еще достаточное количество людей верит то что их судьба их жизнь и мне принадлежат вот что для меня удивительно и позволяют вот этим самопровозглашенным наместником бога на земле манипулировать их жизнью манипулировать ими скоро у меня кстати выйдет ролик на эту тему и робин пишет к этой карте пояснение что признает силу которую имела и продолжает иметь церковь как для содействия великому добру в мире так и для разжигания фанатизма и ненависть то есть она делает акцент на какой двойственности этой фигуры влюбленные это свадьба робин еще до перехода по смене пола колесница тут рисковый парень на крыше автомобиля и робин поясняет что это метафора реальных проблемных событий связанных с бизнесом которые произошли с ее друзьями и она пишет карта колесница напоминает нам как противостоять препятствиям в нашей жизни двигаясь вперед никогда не останавливаясь речь идет о наличии воли решимости и силы преодолеть все что встречается на нашем жизненном пути речь идет о том чтобы взять на себя обязательство построить что-то из ничего и не принимать ничего кроме успеха в общем если боишься рисковать то и цели ты не достигнешь все коротко и ясно мне нравится справедливость справедливость здесь крутая очень классно тут представитель закона да но чтобы быть справедливым действительно справедливым нужно оставаться беспристрастным с глаза закрытой повязкой название для этого козыря осталось классическим напомню что в колоде от кровли эта карта называется регулирование идем далее отшельник как я эту карту вижу да нет это не какой-то бездомный бродяга не маргинал это знаешь такой типичный городской мизантроп такие люди чаще всего выходят в ночной опустевший город спящий и чувствует себя комфортно в эти часы или это социофоб которых в последнее время все больше и больше это я так вижу эту карту а робин ее поясняет немножко по-другому цитирую слишком длительная изоляция от общества вредна для любого и отшельник также иногда может помочь напомнить нам что мы слишком долго предаемся одинокому самоанализу я не согласен с этим потому что тут все очень индивидуально я лично знаю пару людей которые счастливы как раз тогда когда минимизируют свое взаимодействие с социумом и я их прекрасно понимаю кстати наблюдая самолично за современным социумом и затем что внутри него происходит и реально иногда хочется от всего этого убежать сбежать там в лес куда подальше далее колесо фортуны это парк аттракционов на кони айленд да он закрыт потому что уже ночь показано колесо обозрения и собирается гроза да вот 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 что-то пойдет ливень тут точно требуется пояснение от автора и она пишет я посетила кони айленд межсезонье чтобы сделать референсы для этой карты когда там было холодно и пусто лавка гадалки закрыта над головой темное и неопределенное небо назревает шторм колесо фортуны символизирует силу случайности это может быть и внезапная удача и неожиданная трагедия и независимо от того насколько хорошо мы планируем свою жизнь или как сильно мы стараемся мы никогда не сможем быть полностью готовы к тому что может произойти то есть идеальное описание для этого козыря но вот визуальный реальный крен в депрессивную сторону до колесо фортуны это все же про спорадичность когда благоприятное может сменяться не очень благоприятным и так по кругу а тут уж ну слишком все мрачновато на мой взгляд сила сила здесь мне не нравится само изображение а вот пояснение карте она годная в оригинале это фотография одного из двух мраморных львов которые стоят на страже у главного филиала нью-йоркской публичной библиотеки и они были названы в тридцатых годах прошлого столетия мэром нью-йорка терпением и стойкостью это те качества которые по его мнению понадобятся жителям нью-йорка чтобы пережить экономическую депрессию экономический кризис великую депрессию все точно да да стойкость способность способность переживать тяжелые времена не теряя человеческого лица человеческого облика название для этой карты осталось классическим напомню что в колоде от кровли эта карта называется вожделение далее повешенный что занятно довольно занятно промышленный район на фоне полной луны деньги кредитки мобильные все вылетает у повешенного из карманов это такие типичные атрибуты цивилизации и вполне себе устроенной жизни то есть человек все теряет вследствие какой-то роковой ошибки которая базируется на предательстве возможно предательстве самого себя вот пояснение от робин опять же она растиражированная клишированная которая категорически не приемлю в отношении этой карты там вся эта чушь про переосмысление поиск мудрости и т.д. и т.п. по этой причине и одина она вспоминает который сам себя пригвоздил к и драссилю в общем темы которые конкретно к тарошному повешенному не имеют никакого отношения много сама картинка мне нравится смерть здесь занятная но здесь также требуется пояснительная бригада медработник это видимо есть аллегория смерть и поначалу робин поясняет эту карту так цитирую в городских условиях смерть чаще всего происходит в больнице под присмотром врачей и под резким освещением флуоресцентных ламп врачи работают пытаясь спасти жизни но они также часто оказываются рядом с нами когда жизнь заканчивается и вот на этом робин стоило бы наверно остановиться но далее она заводит разговор о трансформации и тому подобном о трансплантации органов в том числе да то есть как метафора продолжения жизни умершего в другом чужом теле темы важные конечно но точно не для этой карты по стене кстати ползут жуки с кораблей по задумке робин да это классический египетский символ возрождения и бессмертия а на часах нет стрелок то есть время остановилось но классический смысл тарошного козыря смерть это конец то есть смерть как она есть не подразумевается тут никакая трансформация какое-то перерождение это классический архетип смерти это конкретный пугающий образ окончания чего-либо безвозвратного и это важный нюанс это темнота это холод это разложение гниение это макабр в лучшем случае то есть перерождение уход в какие-то другие миры и так далее это козырь мир но никак не козырь смерть поэтому конкретно эту картинку я трактую как труп в морге который вскрыл патологоанатом а по стене ползут вовсе не с кораблей что-то похоже и противно вот так вот далее умеренность в данном случае эта карта называется искусство вспоминаем таро тото на стене граффити с изображением умеренности от в этом ничего не буду здесь комментировать мне не импонирует такой подход к этой карте умеренность это классическая добродетель с четко обозначенными смыслами прописанными черным по белому и никакого отношения к искусству это не имеет идем далее дьявол дьявол крутой очень нравится как он тут показан вот такой чувачок тебя проведет по самым местам большого города алкоголь наркотики проститутки все что угодно реально крутой образ получился и человечки вот эти по стенам до в разных позах тоже тему далее башня кстати башня выпускалась в двух вариантах вот и колоде вот этот вариант 1 до это теракты 11 сентября понятно на башни близнецы а вот второй вариант который я у себя в колоде наблюдают здесь просто затопленный нью-йорк чисто как из апокалиптического фильма позавчера по моему он так назывался там где когда нью-йорк затопило потом он замерз робин очень качественно описывает козырь мне понравилось цитирую сейчас кусочек да всего за несколько лет все сильно изменилось мы уже не тот город которым когда-то были не та нация не тот же мир сейчас летом 2018 года мы напуганы как никогда мы злые подавлены и не уверены в себе мы не знаем кому доверять мы не знаем когда они придут за нами или теми кто нам дорог наша страна не та страна о которой мы думали мечтали ну да американская нация всегда была слишком самоуверенно самоуверенно в своем таком величии неприкасаемости неуязвимости и так далее а оказалось что это не так и корона была сбита в 2001 году до было очень больно было очень страшно это я уже от себя добавляю в любом случае большая трагедия произошла и произошло переосмысление себя да как общество в общем на самом деле если мы говорим конкретно об америке и нью-йорке башня с изображением теракта она сюда идеально встраивается далее идем звезда и что мы видим на карте действие происходит перед зданием некой религиозной благотворительной организации на приютом для бездомных и робин поясняет что хотела поместить зрителя буквально вот в этот контекст без надеги до где обделенные находятся в постоянном поиске света надежды надежды на помощь и им помогают им оказывают помощь довольно трагично на самом деле но мне нравится такое видение этого козыря вот реально браво супер сделано очень затрагиваются важные социальные проблемы здесь далее идем луна здесь также все отлично жутковато ну очень нравится очень нравится то есть да вот именно сточные городские подземные воды на это канализация то есть прям идет идеальная метафора как отсылка к нашей тени где скапливается все самое страшное и неприятное в области подземного подсознательного луна о тайнах которые мы скрываем от самих себя и загадках подсознание речь идет о мире снов а также кошмар вот так робин поясняет этот козырь и я его в каком-то смысле мыслю также потому что луна во многом это про знакомство со смертью это не про ту смерть физическую с козыря номер 13 это про смерть как путешествие в мир мертвых в теневую область да это конечно же отсылка к астральным мифам о луне и и фазам и исчезновению на несколько дней с ночного неба когда все вокруг погружается полный мрак в общем очень круто здесь все дам и следующий козырь солнца очень яркая светлая теплая и радостная карта и идет прямо на таком контрасте с очень темный сырой и холодной луной такая резкая вспышка света пробуждение на понимание каких-то вещей и радость радость от какого-то просветления внутреннего далее суд в данном случае эон до название по кроули и тут требуется пояснение от робин цитирую речь идет о взгляде на свое место в истории и попытки увидеть себя глазами тех кто был раньше и тех кому еще предстоит прийти то есть в данном случае эта тема иммиграции и базой идет фотография с острова эллис это был такой перевалочный пункт для миллионов человек которые впервые на большой волне иммиграции в 19 веке начале двадцатого века прибыли в америку конечно же это не имеет никакого отношения к классическому смыслу козыря суд но тема затронута интересная собственно и картинка говорящие вот человек современного поколения и вот отражение женской фигуры в одежде эпохи конца 19 начала двадцатого века это монумент на острове эллис и там идут там перечисляются много 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 имен первых эмигрантов которые заселяли этот материк ну и мир в данном случае вселенная до название покровали то есть тут дамочка отправляется прямиком на небеса с небоскреба крайслер билдинг это один из главных символов нью-йорка такой с орлиными головами пояснение к этой карте от робин опять же базируется на новомодном так называемом принципе путешествие дурака которая конечно же также не имеет никакого отношения классическому пониманию этого козыря от себя добавлю что вот этот принцип по моему кто же его придумал по моему рейчел полок эту херню придумала он меня невероятно раздражает там смысл если кто не знает заключается в том что нулевой козырь дурак символизирует начало и в процессе вот этого до условного символического путешествия дурака он все совершенствуется и совершенствуется и совершенствуется и совершенствуется и на карте мир заключительный как бы круг замкнулся в общем абсолютно надуманная чушь и робин на нее попалась вот такие козыри где-то круто где-то не очень но в общих чертах могу сказать что робин очень хорошо поработала я думаю если бы она придерживалась оригинальных старых классических смыслов козырей и спроецировала бы это на нынешний нью-йорк такой каким она его видит ощущает то было бы более универсально скажем так но выбрала она то что она выбрала это ее право это ее проект но меня все равно коробит когда современные авторы колод подходит к козырям таро с оккультной стороны абсолютно надуманный им всем конечно надо было бы ознакомиться с работами майкла дамита пожалуй это единственный автор который рассказывает о том что есть таро на самом деле и высмеивает вот всю ту ложь про таро которую гонят все вот эти эзотерики оккультисты и прочие в кавычках духовно одаренные сказочники то есть это часто полное искажение реальных смыслов этих карт но в любом случае робин также дополняет каждый козырь и чем-то своим акцентируя внимание на некоторых социальных политических и прочих проблемах которые явно и очень волнуют и таким образом эту колоду в какой-то степени можно считать и таким знаешь личным манифестом и мне это нравится мне этот подход нравится и это очень круто идем далее придворные придворные карты и придворные в этой колоде мне особо понравились я их тоже все покажу и тут я бубнить и критиковать уже не буду потому что абсолютно очарован этими картами они мне все понравились и так здесь все как вторую то-то до от кровли королей нет есть рыцари королевы и далее принцы и принцессы и робин здесь включает свою фантазию и часто отходит от трактовок к этим картам по кровли привносит много своего мне это очень нравится на картах люди их занятия по жизни профессии какие-то ролевые модели и проекция всего этого как некоторые черты характера все фигуры на картах это круг ее знакомых и друзей как я уже говорил я буду давать описание от робин для каждой карты но сокращенно и так дубинки жезлы огонь и рыцарь дубинок жезлов это рок-звезда воплощение чистой страсти бунта идеализма и харизма я бы еще добавил от себя свободы с нотками анархизма на такое свободное творчество без желания подчиняться каким-то ограничением каким-то стереотипом там правилам так далее и сразу хочу отметить что мне очень нравятся рыцари вообще все и в колоде от кровли особенно вот этот рыцарь дубинок жезлов карта от робин рок-звезда и вот этот рыцарь дубинок жезлов от кровли они очень хорошо вместе монтируются далее королева дубинок жезлов этот и public defender то есть государственный защитник ну то есть адвокат назначенный представлять людей которые не могут себе позволить его нанять на за свой счет для своей защиты в суде и вот эта королева она мастер эмоций убеждения и сочувствия в контексте страсти и идеализма она любящая и сострадательная но в то же время яростная и защищающая свои идеалы и мне нравится как эта королева прорисована и в колоде от краули принц дубинок жезлов это журналист его часто интерпретируют как олицетворение благородного обманщика и ярого поборника моральных ценностей принц использует слова как свое оружие высмеивая власть имущих и привлекая внимание к тем кто в нужде робин тут конечно же слегка идеализирует профессию журналиста потому что среди них встречаются и продажные и вообще не все так однозначно но это не претензия к описанию это просто мое дополнение до журналист очень хорошо встраивается именно вот категорию масти дубинок жезлов очень хорошо принцесса дубинок жезлов это танцовщица исполнительница бурлеска на сцене небольшого нью-йоркского клуба и вот такие представления сочетают в себе юмор хореографию и чувственность которая является одновременно сексуальным и веселым но при этом гораздо более привлекательным и таким сбалансированным да для многих людей чем какой-то банальное стриптиз шоу то есть тут именно акцент на бурлеске очень хорошо очень нравятся все четыре персонажа далее кубки вода рыцарь кубков это соблазнитель соблазнитель привлекателен дружелюбен и легко влюбляется но в нем есть опасная непредсказуемость его внезапная страсть может вспыхнуть горячо и в одно мгновение а затем также быстро погаснуть королева кубков это терапевт очень хорошо на мой взгляд подобранный образ психотерапевт она добрая ласковая и утешающая она прекрасно принимает воспринимает других без какого-либо осуждения и выступает за спокойное размышление и самоанализ принц кубков это кинорежиссер здесь немножко замысловатое пояснение от робин каждое его движение взвешено и рассчитано на достижение определенного эффекта иногда здесь могут присутствовать своего рода подводные камни искусство это или хитрая манипуляция являются ли его эмоции искренними или просто созданы для того чтобы выглядеть совершенно искренними хотя он может содержать в себе глубокое море эмоциональных сложностей он склонен остерегаться позволять другим видеть свою уязвимость вместо этого он экстернализирует этот конфликт и ищет способы вызвать эти эмоции у других принцесса кубков это дизайнер одежды или костюма добрая и нежная мечтательница она принимает самые положительные аспекты стихии воды а затем использует их чтобы подпитывать свое творчество она любительница романтики чудес и великих историй конечно существует опасность слишком погрузиться в мир сновидений поэтому ей необходимо оставаться привязанной к реальному миру иначе она может оказаться в ловушке в небесном замке построенном из ее собственного воображения очень хорошо здесь тоже все очень хорошо подобранном далее мечи воздух рыцарь это мастер игры он владеет своим разумом как клинком пишет робин разрешая проблемы с агрессивным рвением обнаружение ошибок и несоответствий всегда вызывают у него улыбку и он обычно первым указывает когда кто-то где-то ошибся он привносит свою страсть к решению сложных логических задач рассматривает каждую новую задачу как игру в которой он уверен что сможет выиграть каждая дискуссия каждая логическая загадка это для него возможность всячески проявить себя во всей красе да очень хорошее описание королева мечей это художник художница она творит потому что просто должна это делать и для нее не имеет большого значения увидит и когда-нибудь ее работу кто-то другой единственная награда которую она жаждет это сам акт творения она чутки наблюдатель и обладает острым творческим интеллектом ее разум постоянно полон новых идей королева мечей художник принц мечей это хакер вообще идеальный образ им движет сила идеи соблазн выяснения истины он из тех людей которые не прекратят расследование в какую бы кроличью нору оно его не привело информация для него это все никакой идеал никакой закон никакое препятствие не встанут между ним и вопросом терзающим его разум в поисках ответов он может быть невероятно находчивым и чрезвычайно решительным он гибок и креативен но при этом очень сосредоточен его разум кипит он постоянно выдает новые решения но редко теряет хладнокровие вот такой принц мечей и принцесса мечей это активист логичная и умная но в то же время стабильная и практичная которую невозможно поколебать ее невозможно запугать и хочу отметить и принцессу мечей в колоде от кроули у него она описывается так мудрость сила острота тонкость материальных вещах грация и ловкость и последние диски монеты стихия земли рыцарь дисков монет это шеф-повар хочу очень даже кстати это ремесленник никогда не удовлетворенный своей работой всегда думающий о том как сделать следующее творение лучше предыдущего я бы добавил от себя как сделать его еще вкуснее ему не нужен отдых от работы даже во сне он планирует что будет создавать дальше и хотя он прагматичен и осторожен по жизни иногда кажется что в нем нет места ни для чего и ни для кого кроме избранного им ремесла это подводит его ко все более высоким уровнем совершенства в его мастерстве королева дисков монет это матриарх блин как эта фигура мне напоминает здесь одну из моих бабушек именно так матриархат вам во многом во многом и робин кстати под этим образом также мыслить свою бабушку и так описывает психотип она сила которая превращает горячую еду в семейный ужин неожиданную удачу в трогательный подарок а дом собственно в уютный дом она сильная и стабильная разумная и надежная но она также чувствительна и заботлива ее теплый свет объединяет людей принц дисков монет это так называемый дневной трейдер это инвестор пытающийся получить прибыль совершая быстрой сделки в рамках одного торгового дня то есть такой типичный работник нью-йоркской бирже это целеустремленная личность его работа может показаться другим бездушный и бесплодный но когда он смотрит на стену из цифр он видит только возможности он прагматично решает проблемы и неутомимо трудолюбив он терпелив и непоколебим в своей работе но может показаться окружающим холодным возможно он не думает что может позволить себе частную жизнь особенно когда еще так много дел но у него всегда большой запас прочности на будущее принцесса дисков монет это воспитатель детского сада она хранительница растущих растений защитница и воспитательница как и у всех представителей этой масти ее величайшая сила в ее стабильности выносливости и решимости она понимает важность каждого своего подопечного она защитница новой жизни и новых начинаний здесь также все четыре персонажа на мой взгляд идеально подобраны в общем до придворные в этой колоде очень крутые мне очень нравится я вообще изначально хотел сделать ролик по этой колоде исключительно по придворным с такими расширенными характеристиками но получилось вот так и в заключении номерные карты мастей номерные карты мастей некоторые покажу только те покажу значение которых так или иначе но резонируют с моими трактовками то есть какие-то совпадения с кровли у меня все же есть автор колода ставила те же значения что и у кровли их не меняла а вот оформила визуально все посухо ему по-другому и так где есть совпадение с кровли у меня например это десятка дисков богатство тут показана витрина ювелирного магазина совсем блеском богатством и успехом связанными с этой картой то есть кольца видно до бриллиант далее шестерка дубинок жезлов это победа однозначно да я также мысли эту карту и тут явно показан финиш знаменитого нью-йоркского марафона то есть да хорошо такой победитель далее двойка кубков любовь также рассматриваю эту карту хочу отметить двойку кубков в колоде от кровли восхитительно прорисованная карта 8 дисков монет благоразумие благоразумное распределение финансовых средств выверенная четко поставленная но при этом с вложенной во все это душой шестерка кубков удовольствие я также эту карту рассматриваю гедонизм души я вот так ее определяю пятерка дубинок жезлов борьба спор я бы добавил в том числе борьба и спор но мне нравится в любом случае 7 дубинок жезлов доблесть тут однозначный совпад я такой же вижу эту карту и мне очень нравится как ее изобразила родин 5 кубков разочарование да именно так я тоже рассматриваю эту карту как разочарование в том числе тройка дисков монет деятельность работа аналогично рассматриваю 5 дисков монет беспокойство волнение так точно беспокойство за свое добро за свои денежки накопления и вот эта карта в колоде от кроули такая мрачноватая но все очень так точно подобрано на мой взгляд шестерка мечей наука да в том числе и эту карту рассматриваю как к условно научную например математика в первую очередь то есть вся красота науки красота ума научный склад ума но как кроули так робин приходит такой трактовки как наука другими путями вообще тройка кубков изобилие в данном случае изобилие чувств эмоций но в пределах разумного конечно же тройка дубинок жезлов достоинство сила ну да может быть скорее всего в том числе опять же да в данном случае это работа пожарника пожарная машина изображена в общем мне нравится как робин это показал четверка дисков монет власть сила что-то в этом есть до власть и сила у робин такое простое но очень точное пояснение цитирую мы добились реального успеха и мы начали получать значительный доход мы можем позволить себе платить нашим сотрудникам мы можем платить за аренду и держать свет включенным то есть это вновь обретенная сила и она дает нам надежду сила который говорит четверка это материальная сила которая возникает из-за того что у вас достаточно материальных ресурсов чтобы изменить свою жизнь и жизнь тех кто вас окружает опасность конечно заключается в том что это вдохновляет вас жаждать большего и ценить это с трудом заработанное богатство выше остальных других вещей в вашей жизни для этой карты я выбрала times сквер как символ реальной коммерческой мощи где каждая компания которая может себе это позволить конкурирует за внимание постоянного потока проходящих туристов маркетинг и реклама это своего рода сила хотя мы часто не обращаем внимание на их влияние тузы тузы здесь все красивые туз дубинок жезлов используют главный туристический символ нью-йорка это факел статуи свободы туз дисков монет это статуя атланта в стиле арт-деку перед рокфеллер центром это символ финансовой стабильности благополучия а какой красивый туз кубков здесь робин использовала фотографию местом центральном парке нью-йорка где очень любят фоткаться влюбленные на своих свадьбах очень красивые тузы кстати в колоде от кровли такие хорошие тузы породисты но вот как-то так номерные карты мастей 16 карт от кровли насчитал со значениями при которых я согласен и нравится как их оформила робин тоже в общем вот такая занятная колода таро классная даже это открытие прошлого года для меня в категории современных авторских арт колод все спасибо мне за ролик пока пока и и и а Продолжение следует...